здравствуйте сегодня мы продолжаем передачу политическая кухня и раз вы нас видите значит вы или смотрите нас на сайте слухи и по факты или в сетях компании интеркоптел сегодня я алексей машкевич принимаю на себя на кухне на кухне гостеприимного салона ноль ты правильно будет сказать бориса мурванидзе лидера и создателя молодежного движения новый рубеж которая я до последнего времени не только я очень многие ассоциировали напрямую с ивановской властью с единой россии а теперь борис как-то неожиданно у нас оказался среди партии родина и среди так понимаю активных членов здравствуйте борис здравствуйте на самом деле сегодня я на этом месте сначала хотел видеть или березкина и мы с ним даже первоначально договорились и оговорили темы которые затронули в интервью с шором с михаилом мы хотели поговорить о каруселях мы хотели поговорить о единородских выборных технологиях но илья отказался сказал что правда говорить нельзя а если врать то стыдно ну надеюсь вы врать не будете сегодня борис а я никогда не вру для политика это убийство надо политику менять до борис и как я уже сказал новый рубеж и вы всегда ассоциировались с единой россии вдруг такой резкий скачок в сторону ивановской родины вас сейчас часто называют предателем вы знаете меня в глаза никто не называл предателем ни разу за эти годы то что пишут в интернете тем более анонимные фейковые аккаунты я игнорирую относительно нашей связи с единой россии ну давайте честно скажем новый рубеж давным-давно уже перешел границы ивановской области мы есть других регионов я хочу заметить что ивановская единая россия тоже есть не только вас согласен я слышал но есть такая специфика что ряд наших региональных отделений работают в сфере молодежной политики с различными политическими силами главное чтобы они были патриотическими различные политические партии и участниками нашего движения могут быть члены различных политических партий новый рубеж был и остается над партийным движением то что я лично вступил в партию родина являюсь руководителем аппарата партии родины ивановской области ничего в этом зазорного я не вижу на партийный характер движения сохраняется другое дело что многие мои соратники по ивановскому новому рубежу последовали моему примеру поскольку идеология партии родины низ ни в коем разе не не противоречит и диалоги ну то есть новый рубеж останется до как вы будете счастливы сидеть на двух стульях я не вижу двух стульев я бы сказал что это диван большой патриотич тогда вот о чем спрошу пока движение было под крылом местной власти под крылом ну как ни крути единой россии вы постоянно получали гранты теми или другими путями и вот на днях вы получили последний насколько я знаю там 200 тысяч да и больше денег не будет и как-то это вот зачем вы это сделали вас не посадили в социальный лифт в единой россии или что-то другое я бы с вами немного поспорил относительно грантов которые мы постоянно получали вы знаете от правительства ивановской области мы получили всего один грант в этом разные гранты я уж не разбираюсь данный пролив давайте по конкретике грантов до этого не было не все гранты которые мы получали это правительственные гранты с российского уровня те или иные они связаны с социальными проектами этот грант который мы в этом году получили мы кстати второй год подряд подавались в прошлом году нам отказ был это был грант связанные с развитие молодежного донорства то есть это абсолютно не политический правил областное правительство я думаю как-то визирует такие вещи это лучше задать им вопрос для горс короленко у вас был хорошо от очень хорошо уходил от вопроса я уходить не буду хорошо от россии на ли боюсь ли я то что нас перестанут финансировать вы имеете ввиду нет я не боюсь мы занимаемся легальной молодежной политикой патриотическим воспитанием и в принципе те наши проекты которые будут нуждаться в поддержке органов по работе молодежи государственных мы рассчитываем на эту поддержку вне зависимости от того с какой политической партии мы работаем на относительно социального лифта лифта смотря что вы называете этим словом социальный лифт единой россии хромает он очень плохо выдвигает наверх молодых активных я свою команду отношу именно к таким партия родина в отличие от единой россии я щас говорю по ивановскую единая россию более в этом плане мобильно здесь намного можно быстрее пройти вперед действительно реализовать свои проекты встретить поддержку этих проектов и я считаю что наш выбор не случайен то есть уйдя в родину вы рассчитываете и рыбку съесть в виде денег на молодежные проекты и так сказать на лифте прокатиться вы знаете мои политические планы мои лично скажем так и деятельность социально ориентированной некоммерческой организации под названием новый рубеж это далеко не одинаковые вещи ясно хорошо давайте вернемся к единой россии у себя в твиттере вы написали виталий илюшкину сейчас процитирую когда представители ивановского ер начинают говорить о законности своих решений это напоминает очередной выпуск аншлага вот с чем у меня ассоциируется рубеж новый в том числе оппозиция подает заявку приходит без 15 9 в 9 заходит в кабинет а рубеж уже все застолбил вы в такие моменты чувствовали себя артистом легкого жанра вы знаете вы подайте какие-то конкретные примеры когда мы действительно за 15 минут до оппозиции чего-то перекрывали было несколько случаев когда мы открыто приходили на мероприятие стратегии 31 когда они не санкционированы выходили и мы считали что они не правы я тут еще в барабаны там стучали барабаны стучали другие ребята к новому рубежу они не имеют об этом рядом стоять рядом с такими надо учитывать не надо нас путать с движением наши это кстати моветон легкий политический соответственно мы работаем в легальном политическом поле наши заявки действительно подаются и мы когда проводим общественные мероприятия публичные действительно уведомляем об этом правительство если мы кого-то где-то опережаем на полчаса на 10 минут на день-два это проблему это было случайно и это не было связано с единой россии вас не просили не власти не городские не областные вот прямо сейчас вы обещали говорить честно не было свет а я вам отвечу да когда не был членом партии единая россия и попросить меня как вы говорите у них нет на это административная не спрашивал были вы член партии единая россия то есть действовали вы связки с ними или нет я не понимаю значение слова связка хрэ ответьте прям хорошо хорошо ушли хорошо ушли все заметили он ушел так вот про аншлаг то есть раз вы говорите вот это илюшкин публичном твиттере значит вы знаете о том как единая россия нарушает закон поделитесь узнаете я думаю что такими вопросами должна заниматься прокуратура ну давайте сейчас вот прямо мы же сми и мы будем считать но вы не дайте мои сми да да зависимая конечно от кого кстати не подскажете не знаю каждый считает вот андрей назаров и владимир кленов считает что от единой россии а мы сейчас возьмем на нее и настучим да вы что стучать нехорошо меня с детства мама учила что стучать нехорошо жаль хорошо что учила жаль что не настучали как вы думаете почему народ сейчас так активно побежал из кпрф и из единой россии я скажу свою личную точку зрения в данном случае для кпрф я сейчас имею ввиду ивановский мы говорим у нас региональная передача вот ивановской кпрф характерно определенная усталость моральную усталость от того руководителя который и сейчас есть ваш бывший гость кленов конкретно я общался с бывшими членами кпрф которые уходили и в партию родина и и уходили просто скажем так на улицу из партии кпрф и они могут они откровенно об этом говорят что климат атмосфера моральная в коллективе кпрф ивановском очень тяжелая действительно там есть много моментов когда партия скажем так совершает очень непонятные действия для членов данной партии или бывших членов поэтому уходят относительно единой россии ответ наверное повторяет мой предыдущий ответ который касался социального лифта люди видят что в ту партию которую они вступали в ту единую россию в которой они вступали 5 лет назад 10 лет назад они не увидели действительно в этой партии определенного результата эффекта достижения знаете я сравниваю политику с бизнесом во многом но не в том что там продаются все и покупается в том что менеджеры есть политические менеджеры если менеджеры неэффективны их нужно менять вот единая россия представляет собой на мой взгляд команду неэффективных менеджеров они неплохие и нехорошие они просто неэффективны их нужно заменить на менеджеров патриотов партия родина таких менеджеров и готовит то есть вы вроде не будете ковать смену руководству местной единой россии не только не только ясно а вы вроде не сейчас не боитесь что вот у вашего ивановского отделения сложится такой сомнительный имидж во главе люди с уголовным прошлым к вам приходят перебежчики из других партий которые не прямо к вам идут а с большими сомнениями кузнецов и титова консультировались по гражданской платформе бархаткин парнас то есть как то вот это все как-то вот вы знаете я хотел бы про конкретных людей тоже говорить кузнецов и титова это вопрос им лучше конечно задавать до достойные члены партии родин то что они какие-то вели переговоры ну что уж вполне может быть действительно сейчас партии много 53 улановской области зарегистрирована и человек который решает уйти ну допустим из единой россии действительно ему стоит сравнить выбрать понять какая из партий достойно просто уйти из партии нельзя можно просто ступили вода вылези из одно на евгений владимирович кузнецов тот же самый он вышел из единой россии не сейчас 2010 сразу объявил о том что несколько лет от формы несколько лет был на для значения по бархаткина вы знаете тот бред который пишет автанеев в твиттере и в прочих социальных сетях относительно то нет я жал не автанеев я читал усанина и тот говорил что мы провели с ним переговора ну знаете партия парня я доверяю партия парнас ивановской области мне кажется занимает настолько микроскопическое положение мы посмотрим об этом 9 сентября по итогам выборов да конечно я может быть не прав в этом вопросе но она реально выступает даже сами того не осознавая спойлерами гражданской платформы то есть отрывая часть протестного либерального электората относительно судимых людей в руководстве партии я знаю александр евгеньевич кузнецова достаточно хорошо я могу ответственно сказать что этот человек которому я доверяю что в личных вопросах политических вопросах общественных деловых он никогда свое слово не нарушал его биография прошлое для меня в данном случае является лишь производной от того как он сейчас себя ведет и сейчас он ведет себя достойно он настоящий лидер партии родина в регионе то кому это не нравится ну что ж это их проблема ясно правда что вы руководство родины предлагали наталье ковалевой у которой сейчас проблемы тоже в отделении кпрф стать лицом родины первым номером списка она отказалась все-таки решив вот не делать таких громких выходов я могу точно сказать что переговоры велись со многими известными людьми ивановской области из различных политических партий и не только с ковалевой причины почему она еще не в родине ну значит она еще не до конца разочаровалась кпрф в том руководстве которые сейчас там есть но мы будем рады ее как достойную женщину достойного политика депутата видеть своих рядах если нет ну что ж мне рассказывали такой случай что ныне член партии родина госпожа титова когда писала в областной думе в аппарате заявление о выходе из родины из фракции а ее уговаривали говорили ну не делай этого не делай ты перестанешь быть депутат или не уговаривали можно говорили да да там женщину уговаривали она говорила все будет хорошо меня вадим минников проконсультировал у родины не хватает денег на юристов не знаю насчет вадима минников это вопросы к титовой опять же относительно кто ее консультировал у родины хватает денег в том числе и на юрист отлично говорят что родина вела долгие переговоры с верхушкой ивановского иванский день россии исполнительной власти о том кто же все-таки возглавит вашу партию на выборах и говорят что областная власть настаивал на том чтобы это был сергей репехов почему вы отказались два месяца назад в апреле месяце проходила конференция общее собрание членов партии родина в регионе и два месяца назад этот вопрос был в регионе закрыт раз и навсегда относительно руководителя партии устраивает сергей николаевич репехов или не устраивает правительство области то лучше задавать вопрос не мне сразу скажу сергей николаевич репехов от руководства партии более чем не отстранен у нас преемственность поколений сохранена он остался в руководстве партии он заместитель председателя регионального отделения он и его сын в совете регионального отделения а его сыну тоже достойному партийцу илье сергеевич репехову мы предложили баллотироваться по одному из округов и наше предложение он принял ну вот по поводу все-таки возвращаясь к репехову говорят что решение о том что он не будет лидером партии было принято все таки не вами а все-таки это утвердили москвичи после того как им показали ролик не знаю кем он был сделан где человек безумно похожий на сергей николаевич раздетый абсолютно бегал по коридорам очень похожим на когда на коридоры дербенев центра за голенькой блондинкой очень похожий на голенькую блондинку это такой партийный креативчик какой ужас вы знаете я такими роликами не занимаюсь откровенно и такие что вы занимаетесь вы их просматривается боже упаси относительно утверждения москвой согласно партийному уставу утверждение кандидатуры регионального руководителя это прерогатива федерального руководства партии в любом случае что в ивановской области что на сахалине что в калининграде в этом нет ничего странного и неестественного предложение у нас было только одно это александр евгеньевич кузнецов и она была принята чудесно спасибо борис это все было напоминаю что у нас гостях был борис мурванидзе руководитель молодежного абсолютно независимого никогда от единой россии движения новый рубеж активный член партии родина я алексей мошкевич с вами прощаюсь до следующей недели борис сейчас в рубрике по скрипту ну что нам еще интересного расскажет спасибо спасибо вам кухни ноль ты настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в 0 ты кухен улица октябрьская 12 я считаю что очень здорово что у нас появился такой проект как политическая кухня я уверен что мы здесь все вместе сварим кашу из топора а ингредиенты мы алексею подкинем все политические партии которые сюда приглашаются относительно вопросов вы знаете я готов отвечать на все вопросы в том числе и политических оппонентов и главное это не врать самому себе а